Названы самые популярные у туристов природные достопримечательности России. Озеро Байкал оказалось на самом месте по популярности у туристов среди природных достопримечательностей нашей страны, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его посещает в среднем 3 миллиона туристов в год. Озеро попало в перечень ЮНЕСКО в 1996 году. На втором месте находятся золотые горы Алтая. В эту зону общей площадью свыше 16 тысяч километров входят три участка Алтайских гор. Третью строчку занимает Западный Кавказ. Это горная система, включая в себя Сочинский национальный парк, несколько заповедников и памятников природы Адыгеи и Краснодарского края. Вот как раз о сохранении этих заповедников и памятников природы, о экологической ситуации и акциях в год экологии мы решили поговорить в первом часе. У нас в студии Вячеслав Мороз, пресс-секретарь регионального отделения Всемирного фонда дикой природы Российский Кавказ. Вячеслав, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Последний раз, когда мы с вами встречались, вы запускали акцию, которая называется «1%», чтобы привлечь людей помогать в защите дикой природы. Потому что там, согласно социологическому вопросу, большинство россиян считают природу нашей страны главной достопримечательностью, главным богатством, собственно, России. Но мало кто это богатство поддерживает и ему помогает. Что-то получилось? Скажите, пошла эта акция или нет? Скажем так, если говорить о нашем регионе, к сожалению, она не очень-то пошла. По одной простой причине. Потому что в этой акции в основном мы, я имею в виду Всемирный фонд природы, упирались на более под серьезной угрозой находящиеся виды, которые нашему региону не свойственны. Например, это белый медведь или амурский тигр и так далее. У нас, как вы знаете, мы работаем над переднеазиатским леопардом и кавказским зубром. Но в целом акция дала свой эффект в том отношении, что люди стали больше на это обращать внимание. И на нас стали чаще выходить с какими-то конкретными предложениями, разговорами. И нам немножечко стало легче в информационном пространстве. Волонтеров у фонда больше стало? Волонтеров у нас недостатка мы никогда не испытываем. Просто здесь есть один момент. Мы используем наших волонтеров в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, можно назвать это так. Как, допустим, несколько лет назад разлив нефти в Таманском заливе, нам приходилось обращаться к помощи волонтеров, чтобы спасать птиц, которые эмигрировали в этот момент. В основном мы работаем на таком серьезном, очень экспертном уровне. И нас больше интересуют знания и помощь именно экспертов и профессионалов. Я очень благодарен всем тем людям, которые готовы прийти к нам на помощь в случае чего. Но искренне надеюсь, что наши отношения сохранятся исключительно в таком формате. И не придется всех быстренько собирать и отправлять куда-то на ликвидацию чего-то очень тяжелого. А кто ваши волонтеры? Вы так составляли примерную картину? Потому что, мне кажется, быть волонтером фонда защиты дикой природы, ну, так это престижно, да? Можно так поставить ответочку у тебя в соцсети, картинку. Может быть, может быть. Вы знаете, наши волонтеры совершенно разные люди. Это если вот так с точки зрения социологии разобрать, это разные возрастные категории и разные социальные слои. Потому что что такое быть волонтером ВВФ? У всех сразу такая картинка, что это вот отдел заброды куда-то побежал, чего-то спасать и так далее. Нет. Можно помогать фонду профессиональным переводом пресс-релизов с русского на английский язык. Допустим, распространением той или иной информации через свои аккаунты, через свой живой журнал, если у человека достаточное количество подписчиков и так далее. Это тоже волонтерская работа. Что подразумевает волонтерство? Это безвозмездность этой услуги по принципиальным каким-то моментам, которые человек оказывает. Поэтому это абсолютно разные люди, разные группы, разные регионы. С разными интересами. У них одна общая черта. Это любовь к природе, осознание своей ответственности и стремление ее сохранить. Вот это вот, да, это общее. Какие экологические акции запущены, работают сейчас на территории России, в частности, на территории Краснодарского края? Ну, на территории России в нашем регионе та самая, о чем мы говорили. Акция 1% или, как мы ее еще называем, гордиться не значит помогать. На самом деле, из таких ярких, наверное, пожалуй, все. Наша традиционная ежегодная, которая была недавно в августе месяце, это день экологического долга, слышали, наверное. Да, 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 уже мы исчерпали в этом году очень быстренько. Да, очень быстро. Да, вот эта цифра 151, которая в этом году была, и с каждым годом все быстрее и быстрее. Ну, и наш уже на весь мир известный час Земли. Дело в чем, можно пойти, сходить, что-то сделать, это будет акция, это будет небольшой такой всплеск в СМИ, но, как правило, сделали и забыли. Мы стараемся делать что-то, что потом остается в годах. Например, вот ни для кого так особо заметно это не прошло, но прошли слушания по созданию природного парка на хребте Маркотх, тот самый хребет, который от Новороссийска до Геленджика идет, замечательное место, которое очень любят туристы. Да, мы сильно об этом не шумим, но мы добьемся этого результата, и это останется в годах. Это не будет неким разовым всплеском. То есть мы предпочитаем работать вот таким образом. Мы с вами продолжим через минуту. С нами на связи сейчас Москва. Маслова Елена Владимировна, руководитель центрального аппарата «Зеленая Россия». Елена Владимировна, здравствуйте, добрый день. Да, добрый день. Вы проводите акцию «Зеленый субботник». Если можно чуть подробнее, что за акция, где проходит, какая цель? Наш субботник проходит в пятый юбилейный раз на территории всей страны, во всех 85 регионах, от Сахалина до Калининграда. Начинали мы в 2013 году с однодневной акции. Сейчас она выросла и переросла, и продолжаться будет со 2 по 30 сентября весь месяц. Цель акции, конечно же, в первую очередь, это эко-воспитание и экообразование. Мы хотим, чтобы жители нашей страны просто-напросто навели порядок в нашем общем большом доме, чтобы все почувствовали себя частью единого большого целого, единой нашей страны, и это наш общий дом. И только от нас, жителей, по большому счету, зависит, будет в каждом уголке чисто и уютно или нет. К сожалению, на сегодняшний день, почему у нас субботник осенью проходит, да, не весной традиционно, как вот у всех, потому что после лета, к сожалению, места массового отдыха представляют собой настолько плачевное зрелище. И ведь в этих местах отдыха ни правительство, ни президент Российской Федерации, они не приезжают и не оставляют там мусор. Оставляем мусор мы, обычные простые граждане. И цель этого субботника именно приучить людей, что ну как-то надо ответственнее относиться к своей природе. Ведь приезжаем в красивые места, хотим там отдохнуть. А что мы видим очень часто и густо, просто слов приличных на это не хватает. Елена Владимировна, скажите, а насколько активны жители Краснодарского края? Насколько они готовы участвовать в таких акциях, которые проводятся? Краснодарский край у нас один из самых активных регионов. В том году Краснодарский край участвовал очень активно. 121 тысяча человек вышло и приняло участие в мероприятиях субботника. В этом году центральное мероприятие намечено, по нашим сведениям, на 2 сентября в парке 30-летия Победы. Там будут произведены уходовые мероприятия за деревьями леса Победы, которые два года назад посадили. А потом все участники будут приглашены на уборку на береговую линию. Там же будет и концерт, и эко-мастер-класс. В общем, ведется большая подготовка. Участвуют очень активно предприятия города, органы власти, Росприроднадзор. И, насколько мы знаем, по краю тоже запланировано очень большое количество мероприятий. Елена Владимировна, спасибо большое, что вышли с нами на связь. Все подробности, я думаю, можно найти на сайте «Зеленая Россия». Вам не кажется, что все это борьба с ветряными мельницами? Что вот есть, да, группа людей, их 1%, которые ходят, убирают все один и тот же парк на Затоне, а потом приходят 99% других, видят, а убирают. Ну, значит, можно намусорить. На откровенном признаться я так не считаю. По одной простой причине, что есть преемственность поколений, есть дети, есть юноши, девушки, которые видят это все. И сейчас очень позитивный такой тренд в этом отношении. Люди действительно начинают ценить то, что вокруг себя. Ведь мы же, грубо говоря, мы не гадим у себя дома, правильно? Поэтому вот эта идея, она и должна быть донесена до сознания в первую очередь. То, что пока что мало людей выходит, может быть, это, конечно, не очень позитивно. Но, с другой стороны, если мы посмотрим как бы в ретроспективу назад на несколько лет, сколько тогда выходило людей, сколько сейчас, прирост очевидный. Это невооруженным глазом видно. И вот потихоньку-потихоньку очень рассчитываем на то. То есть, Вячеслав, вы считаете, что много экологических акций не бывает? Много, в принципе, не бывает. Здесь ключевой вопрос, опять же, без фанатизма ко всему подходить. Потому что, как нам многие говорят, вы защищаете регион. Самый простой способ, ну, закройте его, прекратите любую хозяйственную деятельность. Нет, ни в коем случае. Деятельность должна быть. Мы здесь живем, мы осваиваем эти места. Другой вопрос, как мы это делаем. И вот главное это делать грамотно и, скажем так, экологически ориентированно. Перед тем, как забрать десяток чего-то, надо подумать, как ты вернешь 15-20. Тогда все это будет в балансе. Сейчас еще поговорим об одной акции. С нами на связи Славинск-на-Кубани. Александр Николаевич Тыщенко, замруководителя по Северному округу муниципального казенного учреждения общественно-социального центра Славинского городского поселения. Александр Николаевич, добрый день. Добрый день. У вас акция называется «Чистые берега, чистая вода». Ну, явно, Славинск же на Кубани. Так что, наверное, очищаете берега Кубани. Да, расскажите подробнее. Да, да. Значит, у нас через город проходит река Протока. И в городе находятся два озера. Вот в этих объектах в течение всего года экологии и в течение акции «Чистые берега, чистая вода» мы сритачили свои усилия по наведению порядка, по очистке берегов, по их благоустройству. В этой акции активно участие принимали и школьники, и студенты, и жители. Ну, вот такой пример я могу привести. Учащиеся 18-й школы проводили акцию по очистке берега на озере по улице Дельской. У нас одновременно вместе с очисткой территории они проводили исследовательскую работу животного мира, изучали, чем кормят животный мир, какие произрастают растения. После этого написали исследовательские работы, опубликовали фотографии, фотоотчеты свои сделали, отчитались. На сайте вынесли эти фотографии, отчеты. Ну и провели фотосессии. Руководил этим процессом замдиректора по воспитательной работе Юлия Викторовна Холина. Акция прошла поучительно и полезно. Кроме этой школы у нас принимают участие и другие образовательные учреждения. Сельскохозяйственный техникум проводил акцию, электротехнический техникум. Также участие пятой школы. Александр Николаевич, спасибо большое, что рассказали о том, что Славянск на Кубани акцию за акцией просто делает. Это молодцы, это похвально. Тем более, как говорит наш гость, не бывает мало акций. Я с вами, Вячеслав, у нас буквально две минуты остается. Хотел бы поговорить об очень серьезной проблеме. Сейчас многие СМИ пишут, что это ситуация с самшитовыми лесами, с бабочкой огневкой. В принципе, леса уже, говорят, заражены все. Ну, заражены они действительно все. Мы собрали средства на это мероприятие и провели оценку состояния сейчас самшитовых лесов Западного Кавказа нашего. Не только района Сочи, а вообще. Ну и результаты, которые мы получили у нас на северном макросклоне из 2700 гектар осталось 4 гектара. Это растения, которые поражены, но они с признаками вегетации, с признаками жизни еще. А на южном макросклоне из 7400 осталось 400 гектар. Сейчас, допустим, в районе реки Цица, в республике Адыгея, вот эти 4 гектара, они обрабатываются специальными препаратами. Это сейчас единственные 4 гектара, которые пока не тронуты. Ну как, они затронуты, но там есть признаки жизни этих деревьев. То есть их еще можно спасать, скажем так. Под руководством управления лесами республики Адыгея сейчас там идет обработка. Участвуют еще несколько партнеров. Ваше видение или видение фонда, конечно, что делать? Есть ли возможность спасти эти леса? Или, как предложили специалисты из Абхазии, сейчас сохранять семена, через 15 лет начинать все сначала? Что-то похожее. Мы предлагаем создание питомника, желательно закрытого типа. Он, конечно, будет намного дороже, чем питомник открытого типа, но зато в закрытом питомнике мы полностью контролируем попадание, не попадание посторонних вот таких живых организмов, как огневки. Сейчас мы начинаем сбор средств на реализацию этого проекта. Мы уже об этом говорим давно, но постоянно натыкались на какие-то препятствия, это политическое дело в чем еще. То, как будет развиваться ситуация, до конца неизвестно. И сейчас мы много усилий еще направляем на сотрудничество с экспертами, чтобы понять, как себя поведет эта бабочка дальше, каковы дальнейшие угрозы, появится у нее естественный враг или нет. У нас буквально несколько экспертов уже будет в следующем части. Мы поговорим о ситуации. А в Сочи спасибо большое, что пришли. Я думаю, мы встретимся с вами в конце года, когда уже будем подводить итоги 2017 года экологии в стране. Спасибо большое. Напомню, что в студии у нас был Вячеслав Мороз, пресс-секретарь регионального отделения Всемирного фонда дикой природы Российский Кавказ.